Всем привет! С вами вновь инженер-электрик Якимов Игорь. Пару дней назад я опубликовал ролик, как подключить розетку от выключателя, который вызвал неподдельный интерес. Зрители много обсуждали этот ролик и возникло две основных темы обсуждения. Первое. Зачем вообще нужны эти нестандартные схемы подключения выключателей и розеток? Зачем мудрить, когда есть стандартные схемы, проверенные временем? Второе. Проводка может сгореть при подключении розетки к старой электропроводке. Эти две темы мы разберем в ролике. Ссылку на ролик я дал в описании. Хочу сделать отступление и поблагодарить своих подписчиков за доверие к моему каналу. На днях на канале стало 20 тысяч подписчиков. То, что канал смотрят, вдохновляет меня на создание новых роликов. Если вы еще на канал не подписаны, подпишитесь. Вспомнился анекдот с бородой, который будет тему этого ролика. На производстве сломался станок и вся линия встала. Завод терпит большие убытки. Тут нашли старого ремонтника, который все это оборудование хорошо знал. Сказали ему, почини этот станок и проси, что хочешь. Завод ведь стоит. Ремонтник внимательно изучил станок, потом взял кувалду и стукнул по какой-то детали. Станок заработал и вся линия тоже заработала. Директор завода спросил, сколько я должен заработать? 201 доллар. Как 201 доллар за один удар кувалды? Нет, удар кувалдой стоит 1 доллар. А 200 долларов стоит то, что я знал, куда стукнуть и как. Идея этого анекдота в том, что иногда реальные деньги платят не за какую-то стандартную работу, а за решение проблем клиента наилучшим для него образом. Можно было сделать все по правилам. Вначале сделать диагностику станка, потом отправить результаты диагностики на завод-изготовитель, дождаться экспертной оценки неполадки, а потом уже станок чинить. Хоть это решение и разумное, но не соответствует обстановке. Пока все это будет делаться, завод будет стоять. Вот и под роликом были комментарии типа, а зачем это нужно делать, когда можно провести новую проводку от щита, от коробки или от ближайшей розетки. И это решение будет лучшее и правильное, но зачастую не соответствует обстановке. В квартире клиент просто не собирается делать ремонт в ближайшем будущем. Если мы проведем новую проводку, то по-любому или интерьер нарушим, делая наружную проводку или проштрабим стены. А после нас клиенту придется делать ремонт, который он не планировал. И к стоимости прокладки новой проводки добавится ремонт помещения, в которой она расположена. Поэтому люди согласны хорошо доплатить, если мы сделаем так, чтобы этот ремонт не делать. И это для вас шанс получить большие деньги за меньшую работу. Случай из моей практики. Меня вызвали поставить розетки на кухне над столешницей. Прежний электрик поставил криво под розетники. Блок розеток был тройной. Перепад между крайними розетками был почти один сантиметр. Плиточники также криво сделали отверстия под розетки. И я в шутку спросил у клиента, может также под углом и розетки поставить. Клиент естественно захотел, чтоб они стояли ровно. У меня установка одной розетки 2 доллара, установка тройного блока 6 долларов. Но я клиенту предложил, если я поставлю блок ровно, то он заплатит мне 20 долларов. Я час подгонял розетки и сделал ровно. Сравните, 6 долларов и 20 долларов. И мне больше заплатили за то, что я решил проблему клиента наилучшим образом. Скажу свое мнение, чем отличается опытный электрик от начинающего. Опытный может предложить клиенту несколько путей решения одной и той же проблемы. Чем больше электрик знает схем подключения, чем больше знает технологий, тем больше вариантов решения проблемы он может предложить. А потом можно выбрать наилучшее решение для себя и клиента. Если ты будешь делать электрику наилучшим образом для клиента, то он ваш номер вряд ли удалит из своего телефона и будет вас рекомендовать как отличного специалиста. А это дорого стоит, так как клиенты, которые пришли к вам по рекомендации, более уважительно к вам будут относиться и как правило не торгуются. А теперь скажу по поводу того, что будет, если будут реализовывать схему из ролика кривыми руками. От этого никто не застрахован. Данные схемы ремонтные и основаны на знании, какую проводку чинишь. То есть, если что-то меняешь в проводке, всегда нужно включать голову и продумывать, будет ли работать это в данном случае или нет. На практике я реализовывал эти схемы тогда, когда была или мерная проводка с сечением 1,5 мм квадратных, или алюминиевая проводка с сечением 2,5 мм. Состояние проводки и коробок хорошее, поэтому проблем с проводкой не было. Если проводка проблемная, тогда стоит ее целиком менять, а не чинить ее постоянно. Об этом я рассказывал в других своих роликах, которые вы найдете у меня на канале. Данные схемы не единственные. Я задумал сделать целую серию роликов по электрике, в которых решаются проблемы клиента оптимальным образом. Чтобы эти ролики не пропустить, подпишитесь на канал. Пишите в комментариях, какие темы вы хотите, чтобы я рассмотрел первыми. Поддержите канал лайком и до встречи в новых роликах.